Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. Сегодня хотелось бы порекомендовать вам несколько многолетников, которые способны украшать ваш сад на протяжении всего сезона своими великолепными листьями. Наверняка большинство из вас высадили в своем саду различные сорта хост. Но хоста это совершенно не предел в том, чтобы украсить свой сад великолепными листьями. И есть еще несколько видов очень красивых, но не так широко распространенных растений, которые будут украшать ваш сад на протяжении всего сезона. Я начну с растений, которые имеют крупные жирные листья. Первая из них это Дармера щитолистная. Это американское растение, которое цветет рано весной. Оно относится к семейству камнеломковые. И оно отличается такими интересными листьями, которые достигают диаметра до 40 сантиметров. Они на длинных черешках и они расположены над землей, как такие необычные зонтики. Цветки Дармеры розовые, очень интересные, собранные в такое достаточно эффектное соцветие. Они появляются еще когда листья не развернулись, но достаточно быстро они отцветают. А вот листья сохраняют декоративность на протяжении всего сезона. Особенно долго они выглядят хорошо на участках с влажной плодородной почвой. Это растение также неплохо переносит частичное затопление. И оно способно расти на сырых участках. Оно способно расти даже в тех местах, где вода стекает с крыши, под водостоками. То есть оно не будет терять там особо своей декоративности. Еще одно растение, которое пригодно для влажных, сыроватых мест. Кроме того, оно неплохо себя чувствует в тенистых местах. Это медуница сахарная. Видовая медуница сахарная отличается зелеными листьями, удлиненной овальной формы, с заостренными концами, на которых имеются серебристо-белые круглые пятнышки. И селекционеры в последнее время они совсем распоясались и вывели совершенно необыкновенное количество сортов этой медуницы, которые отличаются рисунком на листьях, а также окраской цветков. Несмотря на то, что это растение декоративно-лиственное, побольше своей части, поскольку цветение ее не очень продолжительное, селекционеры все-таки обратили внимание на цветы медуницы и создали сорта с розовыми, голубыми, сиреневыми, преимущественно по краске цветками, с малиновыми. Но вообще, конечно, цветение ее не очень продолжительное, и практически на протяжении всего лета вы будете любаться именно листьями. Есть небольшая хитрость при выращивании медуницы. Растение это отращивает во время цветения листья, то есть цветение происходит, когда листья только отрастают. И для того, чтобы эти листья были красивыми, как только цветение подходит к концу, желательно сразу обрезать вот эти цветоносы, поскольку они будут портить вид вот этой красивой пушистой розеточки, которая украшает вот эти затененные участки, где мы обычно высаживаем медуницу. После того, как цветение полностью завершилось, я обычно обрываю самые нижние листья, которые самыми первыми образовались, и розетка сохраняет свой декоративный вид практически до самой глубокой осени. Только такие серьезные морозы убивают листья медуницы. Она сохраняет свой красивый вид гораздо дольше, чем хоста. Хоста первые такие похолодания, 2-3 ночи с температурой около 5 градусов тепла, и у нее листья начинают желтеть и отмирать. Медуница в этом плане, она очень устойчива и сохраняет декоративность практически до снега. Какие еще растения можно порекомендовать для затененных участков с плодородной почвой? Конечно, нельзя обойтись в таких местах без такого растения, как брунера. Это растение родственник незабудки, и весной ранней оно цветет цветками, вот именно напоминающими цветки незабудки, но только более высокое само по себе оно, и уже в момент цветения начинают разворачиваться листья, которые придают основной декоративность брунере. Конечно, видовые растения брунеры, они имеют просто зеленые листья, но селекционеры постарались, и есть несколько сортов, которые отличаются наличием белой серебристой такой каймы по краю листа, наличием золотистой каймы, а также серебристым рисунком по всей поверхности листа. Брунера растение такое немножко ползучее, но оно не агрессивно абсолютно, корневища у него расположены поверхностно, поэтому вы всегда можете легко ограничить рост брунеры и пересадить ее в те места, где она вам добавит декоративности. Если же ваш сад отличается сухими почвами, которым недостаточно влаги, то можно порекомендовать такие растения, как манжетки. Хотя манжетка, в общем-то, неплохо себя чувствует и на влажных сырых почвах, но она очень хорошо переносит засушливые почвы. Чаще всего в озеленении используются два вида манжетки. Это манжетка мягкая, которая образует розетку таких гофрированных округлых листьев диаметром до 10 сантиметров, и эта розетка достигает высоты приблизительно 20-25 сантиметров. В середине лета появляются цветоносы с такими легкими зелененькими цветочками. Цветение, не сказать, чтобы оно какое-то особо декоративное, но оно очень нежное. Оно придает особый шарм цветнику. Особенно цветникам в природном стиле. Это растение очень хорошо смотрится возле водоемов, а также в альпинариях оно неплохо смотрится, в бордюрах. И еще один вид манжетки используется. Это манжетка альпийская. Она встречается нечасто, но она гораздо более интересная, чем манжетка мягкая. Хотя она тоже на любителя. У нее листья пальчато сложные. Напоминают листья некоторых видов лапчаток. Они состоят из пяти семей сегментов и собраны вот таким веером. Листья эти имеют в молодом состоянии особенно сильно выраженное серебристое опушение. Это растение также не очень крупное. Оно предпочитает именно сухие почвы. Очень декоративная и привлекательная вот эта манжетка. Еще одно растение, которое вы можете использовать как на влажных почвах, так и на сухих участках. Это бадан толстолистный. Растение встречается на территории России, в природной флоре. И оно имеет и выраженные лекарственные свойства, и кроме того, оно очень долговечно. Оно очень долгие годы способно расти на одном участке, не теряя особо декоративности. Чем оно хорошо? Это растение обладает вечно зелеными листьями. Листья бадана сохраняют декоративность до 2-3 лет. Как правило, на третий год лист уже весною засыхает, и именно в этот момент его используют как лекарственное сырье. То есть используют как лекарство лист, который высох естественным путем на растении. Листья бадана толстолистного чем хороши? Они практически не повреждаются слизнями. Это главные вредители, которые атакуют наши хосты, которые приносят совершенно невероятный ущерб посадкам хосты. Баданы они практически не трогают. Они, конечно, могут их немножко надкусить, но все-таки эта пища им не совсем по зубам. Ну и еще хотелось бы немножко рассказать про такое растение, как гейхера гибридная. Сказать, что это растение многолетник, ну будет не совсем корректно. Сорта гейхера гибридной, которые отличаются очень большим разнообразием, то есть гейхера способна своими листьями декоративными заменить очень много цветущих растений. У нее есть сорта с красными, пурпурными листьями, оранжевыми, лимонно-желтыми, серебристыми, двухцветными. То есть это очень вариабельное растение, у которого очень много красивых окрасок листьев. Цветы у него не сказать, чтобы сильно выразительные и эффектные. И, конечно, такая красота, ее очень сложно пройти мимо. Особенно, когда ты видишь их на прилавке магазина, вот эти горшочки с аккуратными красивенькими розеточками гейхеры, они всегда прям так и просятся в сад. Но по своему опыту выращивания могу сказать, что это растение требует постоянного вашего внимания. Гейхера – многолетник, такой малолетний. Есть такое понятие у цветоводов, когда растение, оно как бы многолетнее, но без пересадки оно теряет декоративность на второй год, на третий год выращивания на одном месте. И очень часто оно пропадает, особенно если условия не очень подходящие. Гейхеры предпочитают хорошо освещенное место с легкой плодородной почвой. Идеально будет, если вы будете на зиму окучивать розетки гейхеры питательной легкой такой почвой, листовой землей очень хорошо их окучивать. Тогда весною эти растения хорошо перезимовывают, и они хорошо отрастают. Если же растение долгое время выращивается без пересадки, то очень часто мы наблюдаем выпадание гейхеры в зимнее время. У нее корневище надземное, и стебелечек вот этот, все почки возобновления у нее, как правило, расположены именно на стебле, на корневище вот этом. И достаточно быстро это корневище израстается, любая сырость, любая неблагоприятная какая-то подтопление, теплая и сырая погода, и наша гейхера может пропасть. Поэтому, если вы хотите собрать коллекцию вот этих растений красивых, украсить ими свой сад, вам нужно быть готовым к тому, что вы будете тратить на уход за ними достаточно много времени. Но поверьте, это растение стоит того. Я надеюсь, что вы найдете среди предложенных многолетников то растение, которое придется вам особенно по душе и украсит ваш сад на долгие годы. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok